В руках у школьника пульт управления настоящим дроном. Восемь мальчишек с разных городов и поселков округа соревнуются в Новом Уренгое за статус лучшего оператора беспилотных авиационных систем. Чемпионат очень сложный. Нужно обладать очень хорошими навыками в электротехнике, в сборке, в дефектовке. В данном случае дронов обладать очень разными знаниями и компетенциями в очень многих направлениях. В первый день соревнования ребята запускали дрон, запрограммированный на запись объекта. Полученное видео нужно для описания территории. На втором этапе дети захватывали беспилотником грузы и, проходя препятствия, доставляли их в зону отгрузки. На выполнение задач ушло пять часов. Получилось не у всех. Захват состоит из четырех лапок. И ученики двое справились. Одна лапка сломалась в процессе, ну, как бы уже полета. Они тремя лапками умудрялись захватить мячик и его принести. И это, я вам хочу сказать, прям высокий профессионализм управления дроном. Чтобы показать навыки в робототехнике, ребятам пришлось не только запускать дрон в полет, но и ремонтировать его. Эксперты заранее сломали устройство. За два с половиной часа юным авиаторам предстояло найти неисправности, описать их техническим языком, починить и сделать тестовый полет. Больше всего была поломка в пульте и неправильное подключение к шлейфу в коптеру. А как ты так быстро справился еще больше половины времени? Я, ну, очень много тренировок было. Управлять беспилотником – это не просто увлечение. Сейчас такие навыки в некоторых ситуациях жизненно необходимы. На Ямале, например, спасатели используют дроны для поисков пропавших в тундре. Активно их используют и в зоне спецоперации. Чтобы популяризировать важное направление, в Новом Уренгое открыли бесплатные курсы. Плотно развивают навыки и в других школах округа. Вообще, в прошлом году у нас только, получается, я поехал. У нас еще не было муниципальной площадки. Мы поучаствовали. В этом году мы подали заявку на муниципальную площадку. То есть у нас в поселке создали муниципальную площадку. И теперь мы участвуем на базе своей школы и собираем команду. Но так как остальные пока еще не с тем подготовлены, поэтому поехал я. Этот чемпионат – подготовка к отборочному конкурсу в марте, где лучший оператор беспилотника поедет представлять округ на всероссийских соревнованиях. Татьяна Забродина, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.